Субскрайб – это подписаться. То есть в переводе на русский язык, будем говорить, это подписаться. Вот давайте сейчас зайдем сюда и захожу конкретно на субскрайб.ру. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Но первое, видите, что здесь рекламируется? Это каталог рассылок. Посмотрим на первую строку. То вы посмотрите, здесь, видите, вот есть выпуски рассылок. И всего рассылок 15 миллионов 310 920. Вот это вот группы, на субскрайбе групп 7976. А участвуют здесь 6 миллионов 954 248 людей. Вот представьте, какое огромное количество людей работает на этом. Что мы здесь должны сделать? 6 миллионов, практически 7 миллионов людей – это люди разной, разной целевой аудитории. Наша задача – подобрать свою целевую аудиторию. Как мы это будем делать? Мы переходим в раздел «Группы». И в этих группах находим ту целевую аудиторию, которая нам важна. Вот посмотрите, сейчас мы находимся с вами в каталоге групп, расположенных по популярности. Вот давайте мы с вами посмотрим, значит, как мы будем подыскивать себе группу для анонса. Но посмотрите, вот у нас есть вот здесь вот перечень целевых направлений групп. А здесь есть возможность найти группу по популярности, по активности и по дате открытия. Я вам советую брать по популярности. Посмотрите, сколько тем. 47667. Вот она, популярная группа. Посмотрите, вот эффективный e-mail маркетинг – это то, что вот сейчас для наших бизнесменов, интернет-бизнесменов, очень важно. Вот это молодая группа, но она очень популярна. Тем всего 318 участников, 4981. Но работать в этой группе, я думаю, присоединиться просто даже, получить информацию, и то очень полезно. Итак, давайте посмотрим, наверное, вот компьютеры и интернет. Итак, интернет. Посмотрите, здесь есть практически все. И графика дизайна, и веб, и обучение. Вот посмотрите, есть. Здесь есть обзоры, новости по интернету. И здесь просто есть интернет. Давайте зайдем сюда, в интернет. Посмотрите, у интернета еще есть подгруппы. Обзоры, веб-дизайн, продвижение сайтов SEO. Веб-строительство, деньги бесплатные. Давайте возьмем продвижение сайтов SEO. И посмотрим, что мы здесь можем увидеть. Видите, эти группы, они заточены очень, так сказать, тонко будем говорить. Потому что, вот, например, продвижение сайтов при помощи YouTube. Посмотрите, всего 177 участников. 756 всего. То есть здесь групп очень много, но нужно найти ту группу, которая действительно вам нужна. То есть посмотреть внимательно. Вполне вероятно, что вам понадобится группа, появится у вас группа, которая может, поможет вам получить какие-то определенные данные, знания, но вам нужна еще группа, в которой вы могли бы привлекать людей. Но теперь давайте посмотрим следующее. Вот группу мы с вами подберем к себе. С чего мы будем, как мы будем работать дальше. Давайте вот зайдем сразу же вот в эту группу. И посмотрим. Первое. Значит, здесь настройки есть. Сразу же вы выбираете, то есть когда вы присоединяете здесь, у вас будет написано здесь «Присоединиться». Как только вы напишите «Присоединиться», у вас появится вот такая вот ссылочка, где у вас будет возможность покинуть группу. Дальше. «Получать уведомления о новых темах». Вот посмотрите. Если у вас, вы поставите вот здесь галочку «высылать сразу», ваш почтовый ящик, который вы здесь зафиксировали, у меня Елена Смирнов, Gmail.com, он будет просто завален информацией о новостях. Вы можете сделать работу таким образом, что раз в сутки вы будете получать одно письмо, в котором будет показана вся информация, кто опубликовался здесь свои анонсы в течение суток. Или вообще не высылать. Но не высылать не нужно этого делать. Почему? Потому что вы просто-напросто не будете знать, о чем идет речь. Дальше мы должны посмотреть с вами, как эта группа работает и какие у нее принципы. Все о группе написано здесь, с левой стороны. Вот эта группа оформлена так. Значит, модератор этой группы решил, что ему достаточно... Давайте мы зайдем с вами, для того, чтобы понять, как это работает, мы зайдем с вами в ту группу, в которой работаю я. Ну, например, вот ссылочка у меня «хочу все знать». И вот я попала в эту группу, в которой работаю, с которой я работаю. Почему я выбрала эту группу? Давайте мы с вами посмотрим. Ну, во-первых, посмотрите. Группа называется «хочу все знать. Полезные советы с 18». Вот настройки. Высылают мне информацию один раз в день. Посмотрите, сколько участников. 23 799 участников. Я советую вам выбирать именно большое количество участников. Теперь смотрите, что здесь у меня расписано. Здесь у меня расписано, хочу все знать, расписано направление. Посмотрите, сколько здесь направлений. То есть в этой группе практически может работать любой блогер. И вот посмотрите, видите, вот компьютер и интернет – это там, где работаю я. Теперь прежде, чем начинать работу, мы с вами должны посмотреть правила и работы в этой группе. Вот посмотрите, правила и кнопка группы здесь. Значит, здесь вы читаете все правила, те правила, которые вам предлагает эта группа. Вы внимательно очень и основательно читаете. Почему? Потому что иногда бывает, что группа очень хорошая, но финал плачевный. Вы имеете право публиковать здесь полностью свою статью без ссылки на блог. Такая группа нам не нужна. Нам нужна группа, которая разрешает публиковать анонс и дает ссылку на ваш блог. Значит, посмотрите, для того, чтобы вы могли публиковаться, вы должны установить вот такую кнопочку. Код кнопки у вас дан. Значит, вот я выбрала вот такую кнопочку со ссылкой на эту группу. И вот посмотрите, вот она у меня, эта кнопочка здесь стоит. Значит, тогда, когда вы захочете публиковаться, у вас обязательно запросят установку вот этой вот кнопочки. Почему? Потому что работа, то есть вы пойдете, так сказать, на совместную работу с группой в Субскрайбе. То есть вы будете публиковаться, везти сюда людей к себе на блог. А группа Субскрайба просит, чтобы те люди, которые к вам приходили на блог, которые еще не знают, что есть такая группа, могли выйти на эту группу. Видите? Значит, сама по себе кнопочка стала более-менее, ну, приличнее будем говорить. Почему? Потому что раньше эти кнопочки делались без выхода в отдельное окно. Теперь они сделаны с выходом в отдельное окно. Теперь посмотрите требования. При установке кнопки проследите, чтобы кнопка группы была видна со всех страниц вашего сайта. Ну, на блоге это сделать очень легко и просто. Значит, вот здесь требование такое, что должно, ваша ссылка, ваши картинки должны быть в новом окне обязательно. То есть вот такие вот какие-то моментики маленькие вы должны здесь очень тщательно и внимательно прочитать. Обратите внимание на это. Дальше. Если мы вернемся опять обратно, то посмотрите, вот здесь у нас есть условия доступа для публикации. Вот они, условия доступа для публикации. Читаете внимательно вот эту вот информацию и начинаете публиковаться. Возможно, тогда, когда вы установите хороший контакт с этой группой, так как модерация здесь 50-100 статей печатается в течение дня, то модераторы, естественно, не успевают проработать все сайты. Поэтому ваша задача здесь, выполняя все абсолютно правила группы, показав свою, так сказать, компетентность, что вы можете действительно публиковать так свои группы, так свои посты, как положено, вы заключаете договор с администратором на то, чтобы, твердив свое профессионализм, вы можете публиковаться без модерации. Вот я здесь уже публикуюсь без модерации. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. Ну, первое. Мы заходим вот сюда создать новую тему. И вот, посмотрите, я здесь практически имею право полностью опубликовать свою статью, но в виде анонса. Я выбираю свою рубрику, это компьютер и интернет, и начинаю публиковаться. Вот теперь давайте посмотрим, каким образом мы будем публиковаться. До сих пор мы с вами говорили так, что если я опубликовала новую статью, ну, вот, например, вот эту вот статью, я ее уже анонсировала в Субскрайбе, если я опубликовала новую статью, то я жду, когда у меня эта статья проиндексируется, то есть, чтобы она у меня не повторялась. Теперь действия совсем другие. Ситуация заключается в чем? Ситуация заключается в том, что вам нужно назвать тему таким образом, чтобы она отличалась от названия вашей статьи. Например, у меня здесь написано 404 ошибка, 4 основных правила. Вы даете абсолютно другое название здесь. Вы загружаете сюда картинку, причем картинка загружается таким образом. Она здесь берется ссылка на вашу картинку. То есть вы заходите к себе на свою статью, кликаете правой кнопкой мыши, берете здесь адрес ссылки, вот он, адрес ссылки, копировать адрес ссылки, заходите сюда, и вот сюда этот адрес ссылки буквально вставляется. Здесь я ничего уже не выбираю. Вы можете это выбрать с вашего компьютера, но лучше всего, когда вы делаете уже это из вашей статьи. Дальше. Выравнивание выбираете. Я обычно выбираю по левому краю. Размеры. У вас здесь определенные размеры. То есть это размеры такие, что не выше 200 пикселей вы прочитаете. Вот здесь вот ставите отступление, чтобы ваша картинка обтекала. Дальше. Ставим вот здесь вот вставить. И вот она, картинка ваша здесь встает. Здесь вы ни в коем случае не берете текст, вот этот первый текст, как мы делаем это тогда, когда уже у нас проиндексирована наша статья. Здесь вы заходите сюда и от себя пишете, о чем ваша статья. То есть вы конкретно и четко описываете всю ту информацию, которую у вас, о чем вы, собственно говоря, все те проблемы, которые вы обсуждаете в своей статье. Когда вы это все написали, то в конце статьи, вот, например, давайте зайдем сюда, вот, как связать узорчатый пулловер. Видите, вот здесь что идет? Анонс очень простой, вот он, видите, очень маленький, вот она картинка, и вот здесь у вас выход есть на ваш блог. Видите, полное описание схемы здесь. И когда они придут на вашу статью, они вот по этой ссылке перейдут на ваш блог. Значит, еще раз повторяю, что здесь самое главное, чтобы у вас вот эта вот, вот эта вот часть не повторялась, вернее, с началом вашей статьи. Здесь поначалу у вас будет модерация, и эта модерация, благодаря этой модерации у вас публикация вашего анонса, она оттянется на два-три дня. То есть получится такая ситуация, особенно в первоначальные моменты, когда вы начинаете работать, обычно модератор, ну, публикует ваши статьи где-то на второй, на третий день. И это очень, в принципе, неплохо. Почему? Вы опубликовали статью сегодня, к вам пошли люди, да? Вы опубликовали, например, свой анонс в какой-то группе, где вы работаете без модерации, это на следующий день вы сделали, к вам опять пошли люди, и вы опубликовали в группе, где у вас есть модерация, и следующий поток людей пойдет уже через два, через три дня. То есть это очень даже нормально. Вот теперь посмотрите, вот у меня две группы, я перестала публиковать в 25 группах. Почему? Потому что практически целевая аудитория подписана на все группы одна и та же, и люди просто перестают вас читать, потому что они видят, что это одна и та же информация идет. Вот посмотрите, у меня первое, это хочу все знать, и второе, учимся работать в компьютерных программах. Значит, хочу только показать вам следующую вот такую вещь. Ну вот, давайте я напишу, вот так вот, это анонс статьи. Посмотрите, как здесь можно быстро опубликовать ссылку на вашу статью. если я сейчас открою и вот так вот возьму вот эту вот ссылку, то есть, если вы торопитесь, если вам нужно, вот так, где-то мы здесь, вот здесь вот работаем, то я просто ее вот так вот сюда переношу, видите, я ее скопировала, эту ссылку, поставила ее сюда. Теперь моя задача следующая только. Все требования абсолютно у всех групп, я не встречала еще иначе, требования, это чтобы ссылка у вас открывалась в новом окне. Вот если вы ее поставите вот таким образом, то видите, у вас адрес ссылки есть, но новое окно не выбрано, поэтому вам нужно сделать вот так, новое окно, можете написать здесь заголовок и вот так вот вставить. Подводим итоги на сегодняшний день с Супскрайбом. Значит, у кого нет регистрации, то вы регистрируете здесь, потом заходите в группы, выбираете себе раздел групп, выбираете себе под рубрику, обратите внимание вот здесь вот, посмотрите, здесь даются те группы, которые по активности впереди. Выбираете себе группу, ну, например, вот народная медицина и выбираете вот здесь вот ту группу, с которой вы собираетесь работать. Вот народная, нетрадиционная медицина, давайте откроем. Видите, вот появляется ссылочка вступить в группу, Я смотрю количество участников, я смотрю, о чем эта группа пишет. Вот она эта группа, видите, здесь. Нужна она вам, не нужна она вам. Смотрите внимательно. Читаю условия. Вот здесь обязательно с левой стороны будут условия публикации. И вот такими действиями выбирайте себе. Выберите для начала, это я сообщаю новичкам, для начала выберите группу одну с большим количеством людей, с очень простыми правилами публикации. И начните публиковаться для начала в одной хотя бы группе. То есть вот эту всю работу нужно выполнить. Те, кто ведет уже блог, подобрать себе группу в Субскрайбе, изучить правила этой группы и начать публикацию. Вы увидите, какое количество людей сразу же к вам пойдет на сайт. Ну вот это, пожалуй, все на сегодня. Удачи, успеха!